Здравствуйте! В эфире программа Патруль и я ее ведущий Александр Петрушин. Осторожно, пьяные водители. Из машины выпал ребенок. Отчим угрожал пасынку убийством. Нелегальный алкобизнес и автоугонщики. Все это и не только в сегодняшнем выпуске. Поехали! Страшная трагедия в минувшие дни произошла в Тоджинском районе республики. Из УАЗа выпал ребенок. Как позже выяснилось, отец взял с собой своего трехгодовалого ребенка. Пока 41-летний водитель вел машину, непристегнутый ребенок бегал по салону авто и открыл дверь таблетки. Малыш выпал из машины и попал под колеса. Травмы оказались несовместимы с жизнью. И он скончался до приезда врачей. Как сообщает официальный сайт регионального МВД, следователи по данному факту проводят проверку. За 8 месяцев на территории республики зарегистрировано 129 несчастных случаев с малолетними детьми. Из них 22 с летальным исходом. Большинство несчастных случаев происходит по вине родителей, либо взрослых лиц, которые не досмотрели за своим ребенком. Отчим избил своего пасынка из-за того, что он не слушался. Инцидент произошел 12 сентября. 52-летний житель села Самогалтай, находясь у себя дома, угрожал убийством в отношении своего несовершеннолетнего пасынка. В ходе доверительной беседы с мальчиком инспектор ПДН выявил, что в этот день он находился дома с отчимом. Матери мальчика в это время дома не было. Пьяный отчим избил 12-летнего пасынка и сказал, что убьет его. Указанный гражданин был задержан и доставлен в полицию для выяснения обстоятельств. При допросе он пояснил, что данный факт действительно имел место. По данному факту дознавателям возбуждено уголовное дело, угроза убийства или причинения тяжкого вреда здоровью. При проверке также установлено, что фигурант ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. В случае доказательства вины мужчине может быть назначено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Расследование уголовного дела продолжается. Принял на грудь? За руль не садись. Каждый водитель знает эти азбучные истины. Нельзя садиться пьяным за руль. Нельзя превышать скорость. И не уверен? Не обгоняй. Тем не менее, подавляющее большинство аварий происходит именно по этим причинам. Так, 80% виновников ДТП в момент аварии находились в состоянии алкогольного опьянения. Более трети водителей заметно превысили скорость. А около 10% аварий произошли после неудачного выезда на встречку нерасчетливого водителя. Так и случилось с водителем этой Волги. Он сразу нарушил все три правила. Сел за руль, будучи под шофе, превысил скорость, выехал на встречку и встретился с иномаркой. Более того, водитель сразу после ДТП скрылся с места происшествия. К счастью, в аварии никто не пострадал. Только водитель Волги в ближайшие полтора года не сядет уже за руль. Субботу вечером в дежурную часть госавтоинспекции поступил звонок о серебристом ВАЗе, за рулем которого пьяный водитель. Инспекторы ДПС нашли данную машину в Левобережном дачном обществе. При виде полицейских водитель сначала сказал, что вышел из дома, чтобы припарковать авто. А при просьбе выйти из машины мужчина оказал сопротивление. За что, помимо лишения водительских прав, провел три дня за решеткой. Я вот здесь на улице стоял, они подошли, я вот только вот ворота открыл и все. Гонка с преследованием. Во время рейдовых мероприятий инспекторы ДПС заметили подозрительную машину. На требования дорожных полицейских водитель ВАЗа не отреагировал. Более того, мужчина попытался скрыться и заехал в территорию бывшего молокозавода. Около пяти минут преследований и попытки сбежать в полуразрушенной территории не дали положительных для водителя результатов. Тогда мужчина попытался убежать, оставив машину, но и это ему не удалось. Инспекторы поймали горе водителя и сразу все стало на свои места. Он был пьян. И зарядно выпивший мужчина сначала не говорил, как его зовут, а после и вовсе называл придуманные имена и фамилии. После разбирательств стало известно, что 34-летний водитель повторно сел за руль, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Теперь ему грозит лишение свободы до двух лет или же исправительные работы. Быстрая езда захватывает дух, но иногда и жизнь. Вы готовы выиграть несколько секунд и подвергнуть опасности свою жизнь и жизнь пассажиров. Каждый день задерживают десятка нетрезвых водителей. Сколько молодых в жизни удалось спасти, а сколько нет. Рано или поздно каждый нетрезвый водитель приводит к смерти. Всегда. Знаете, какое ДТП носит больше всего жизни? Выезд на встречную полосу. На дороге нет сильных или смелых. Есть лишь умные и глупые. Не мамины руки и не мягкая игрушка, а только детское удерживающее устройство способны сохранить жизнь вашему ребенку в случае дорожно-транспортного происшествия. Дайте автокреслу шанс спасти вашего малыша. Казалось бы, автокресло это мелочь, но эта мелочь имеет огромное значение. Наибольшую опасность представляет собой автомобиль, который едет быстрее, чем способен думать ее водитель. Помните, беда редко приходит на скорости ниже 60 км в час. Взрослые, помните, вы явились на свет без запасных частей. Угнал машину знакомого. 14 сентября в дежурную часть Кызыла с заявлением обратился 29-летний местный житель. Он сообщил, что малоизвестный ему человек угнал его машину марки Toyota Caldino. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в совершении угона 31-летнего ранее судимого кызылчанина. Как установили полицейские, преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков на территории одного из домов в правобережном дачном обществе. Воспользовавшись тем, что за транспортным средством, припаркованным возле указанного дома, никто не следит, подозреваемый уехал на нем. Однако по дороге попал в ДТП. При допросе мужчина признал свою вину. В настоящее время авто возвращено владельцу. По данному факту возбуждено уголовное дело, и если вина мужчины будет доказана, ему грозит лишение свободы до 5 лет. 14 сентября вечернее время в дежурную часть полиции села Хуоксы поступило сообщение о том, что в селе Чалкижик произошло дорожно-транспортное происшествие – наезд на препятствие. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. По предварительным данным сотрудниками полиции установлено, что 16-летний подросток, управляя Тойотой ОППО, не справился с управлением и допустил наезд на опору линии электропередачи, после чего скрылся с места происшествия. В результате ДТП в медицинское учреждение с различными травмами доставлены трое несовершеннолетних пассажиров автомобиля в возрасте 12, 14 и 15 лет. В ходе разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали водителя на автодороге Кызыл-Хуоксы. Как установили сотрудники полиции, двумя днями ранее, несовершеннолетний вместе со своей 33-летней родственницей и двумя друзьями приехали из Кызыла в Чалкижик для уборки картофеля. После сельхозработ подросток без спросу сел за руль авто, которая была припаркована у дома родственников. Вместе с ним в машину сели трое несовершеннолетних. В отношении матери несовершеннолетнего составлен административный протокол. Еще один подобный случай произошел 15 сентября в Пехемском районе. Так в дежурную часть поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на дороге подъезд к станции Тайга. Прибывшие на место происшествия инспекторы ДПС установили, что 17-летний житель села Саверлик, не имеющий права управления транспортным средством, без разрешения взял у родственника ключи от ВАЗа. Управляя авто, несовершеннолетний не справился с управлением и на полутора километре дороги подъезд к станции Тайга допустил опрокидывание. В результате аварии несовершеннолетний водитель доставлен в республиканскую больницу. В настоящее время по фактам дорожно-транспортных происшествий проводится проверка. В Кызыл-Мажалоке почти сутки искали пропавших детей. История пропажи детей началась 14 сентября, сразу после приезда дедушки со своими внуками из села Аксы-Барлык в Кызыл-Мажалок. Утром, приехав в место назначения, дедушка высадил детей 3 и 7 лет у дома родственницы, а сам поехал в гараж, расположенный недалеко от дома, чтобы заняться техническим обслуживанием автомобиля. Днем родственница обнаружила пропажу детей. Вместе с дедом они согласились на поиски. С данного момента они начали искать своих внуков по всему Кызыл-Мажалку. Поиски не принесли положительных результатов. Тогда он позвонил и сообщил в полицию. Детей искали до наступления следующего утра. 15 сентября около 9 часов утра в ЕДДС при администрации Барунхемчикского района поступило сообщение от главы председателя Хурала представителей села Аксы-Барлык о том, что на втором километре автодороги Аксы-Барлык-Кызыл-Мажалок найдены пропавшие малолетние дети. По показаниям малолетних детей, они вышли из дома родственников и заблудились. Дети приняли решение идти в сторону своего села. Они проделали путь около 18 километров до того, как их удалось найти. К счастью, дети знали направление родной деревни. Детей могли найти намного быстрее, если бы граждане, которые их видели в населенном пункте и на трассе, были более бдительны и сообщили в ЕДДС района или на любой телефон экстренных служб. Главное управление МЧС убедительно просит граждан не оставаться равнодушными. Если вы увидели детей, которым, по вашему мнению, требуется помощь, не оставайтесь в стороне. Попробуйте выяснить, где их родственники, не нужна ли им помощь. Самостоятельно везти детей на машине или уводить пешком от местонахождения не стоит. Нужно позвонить в ЕДДС района или в полицию. Там вам подскажут, как лучше поступить в ситуации. Если в местонахождении детей нет связи и других людей, тогда можно доставить потерявшихся в отдел полиции или пункт медицинской помощи, если таковая требуется. Мы продолжаем новую рубрику «Важно знать». Сегодня мы расскажем о комплексах фото- и видеофиксации. Что нужно знать водителям, расскажем далее. На дорогах ТВ устанавливаются дополнительные камеры фиксации нарушений ПДД. Ежегодно количество камер, фиксирующих нарушения, становится больше. Они снижают аварийность на соответствующих участках дорог, помогая делать их безопаснее. Сама идея выставления видеокомплексов не является селью штрафа и возмещения, пополнения дорожного ворота. Но нет. Наша сельская задача в основном – безопасность дорожного движения. Денежные средства, которые поступают за нарушение правил дорожного движения, с объектированными видеокомплексами, они поступают в бюджет Республики 2, непосредственно в Дорожный фонд Республики. И она возвращается для содержания, для ремонта наших дорог. К примеру, за 8 месяцев 2019 года с помощью комплексов фото-видео фиксации нарушений ПДД вынесено 60 106 постановлений об административных правонарушениях. Но следует помнить, что это в первую очередь снижение ДТП. В частности, с тяжкими и летальными исходами на участках автомобильных дорог, где работают комплексы. Места установки определяются, исходя из учета анализа аварийности, именно тех мест, где чаще всего допускается нарушение правил дорожного движения, влекущие впоследствии совершение дорожно-транспортных происшествий. Большинство камер у нас именно фиксируют такой вид нарушения, как превышение установленной скорости. И данное нарушение является основным фактором совершения дорожно-транспортных происшествий. Поэтому мы изучаем анализ аварийности, смотрим, на каких участках допускается превышение скорости. И для профилактики ДТП именно вносим предложение к установке этих камер именно на тех участках улиц или автомобильных дорог. Все камеры являются собственностью Республики ТВА. Установкой обслуживания камер занимается государственное университетное предприятие. Поэтому на нашей территории нет частных каких-то индивидуальных предпринимателей, которые бы занимались фиксацией, фото-видео фиксацией. На сегодняшний день на балансе ГУП РТ Управление пассажирским транспортом Республики ТВА находится 26 камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город», рассредоточенных на шести участках города Кызыла, 24 стационарных комплекса фото-видео фиксации нарушений ПДД, расположенных на дорогах Республики федерального, регионального и местного значения, а также три передвижных комплекса фото-видео фиксации, используемых на территории города Кызыла и подъездных участках. К середине октября 2019 года на дорогах Республики будут дополнительно установлены еще 16 стационарных комплексов. На сегодняшний день комплексы установлены по городу Кызылу, в Кызыльском Кожуне, по ГТК Хем, в Усть-Илегесте, поселке Буринхем, Шаганаре, Шурмаке. Планируем также наращивать по республике. До этого года еще порядка пяти постов поставить. На федеральной трассе Р-257 установлены камеры в районе Сукпака, Харакан, Чадан и Туран. За порчу имущества у нас предполагается статья Уголовного кодекса 167. Комплексы довольно-таки дорогостоящие, то есть это от 1,8 млн до 2,5 млн. Комплексы устанавливаются сотрудниками ГУП, управления пассажирским транспортом. У нас имеется специальный отдел фото-видео фиксации. Случаи порчи были и есть. Граждане крайне негативно относятся. Но все-таки хотелось бы привлечь, обратить внимание к тому, что на самом деле комплексы существуют для того, чтобы снижать количество ДТП, а не взимать деньги с граждан. То есть не нарушайте и не будете получать штрафы. Соответственно, не будет негативной реакции. Важно понимать, что с появлением камер фото-видео фиксации нарушений ПДД на дорогах в первую очередь влияет на безопасность дорожного движения и является одним из эффективных способов профилактики ДТП, а также играет ключевую роль по снижению смертности на автомобильных дорогах республики. И уж лучше перестраховаться, чем пополнить печальную статистику смертности на дорогах. На этом выпуск программы «Патруль» подошел к концу. И в заключении я напоминаю наши контакты. Адрес электронной почты и телефонной редакции на ваших экранах. Смотрите программу «Патруль» также на YouTube-канале Тувинская единая служба информации. Теперь точно все. Берегите себя и своих близких. До свидания.